Сегодня социалисты выдвинули вводу в недоверие министру Габуричу, ставленнику демократов. На первом заседании сессии, обвинив ДПМ в авторитаризме, они покинули зал. Каждую неделю руководство этих двух ведущих партий обменивается жесткими заявлениями в адрес друг друга. И сегодня уже любому ясно, что решение всех важнейших проблем страны зависит в первую очередь от позиций именно этих политформирований. Они задают повестку и внутри страны, и за ее пределами. Но в то же время оппоненты и справа, и слева часто обвиняют их в сговоре. Так что же на самом деле происходит между ними? Кого из них реально поддерживает электорат? И самое главное, как отношения между этими политическими тяжеловесами сказываются на самой стране, ее развитии и ее статусе? Как всегда, будем разбираться принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я, как обычно, вначале представляю вам своих гостей, тех людей, которые будут отвечать сегодня на мои вопросы. Сегодня это почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков. Добрый вечер. Добрый вечер. И депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова, председатель комиссии по правам человека Владимир Цуркан. Иван, здравствуйте. Да, вечер добрый. Вы знаете, самый простой ответ на вопрос, который я задала вначале, что же происходит, да, почему? Мы стали свидетелями вот таких отношений. Это то, что, ну, конечно, говорят, есть власть, есть оппозиция. Но вы, люди столь опытные, которые успели побывать и во власти, и в оппозиции, оба причем. И не дадите, наверное, сейчас мне соврать, если я скажу, что вот так не было никогда. Почему, Владимир Иванович? Ну, я думаю, потому что в нашем понимании эта власть все-таки нелегитимна. И вот этой жесткостью она пытается, и любым методом пытается, как бы, утвердить себя. Нелегитимно, а понятно, почему. Мы об этом уже не раз говорили. Потому что то, что сегодня сложилось в парламенте, фактически не соответствует тому результату выборов в ноябре 2014 года. И тем предпочтениям, которые отдали граждане. И граждане сегодня видят прекрасно, что реально вот это вот большинство, эта власть сложилась на протяжении этих нескольких лет в результате не самых цивилизованных действий и методов. Когда в одну ночь переходят массово, группой из одной фракции, люди в другую фракцию. И когда уже вот даже сегодня нового депутата представляли, в зале уже улыбались, знали, как он будет голосовать. И он так и голосовал сегодня. Значит, далеко не с той фракции, по спискам, который прошел по спискам ЛДПМ, а голосовал с правящим большинством. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что все то, что сегодня происходит в стране, настолько обострило социально-экономическую ситуацию. Настолько уже раздражает людей, потому что ведь груз этого кража века, которая по-прежнему давляет над всеми. Над людьми в виде того пресса, который они имеют для своей жизни, над оппозицией в том плане, что мы пытаемся как-то пояснить, как-то выяснить, что же произошло реально, кто реально есть кто. Но власть всячески пытается это все укрыть, увести в сторону под различными предлогами. Поэтому я думаю, что эта борьба, она только будет дальше все больше нарастать. Тем более, что уже понятно, что в этом году состоятся выборы. И сейчас, в общем-то, идет тот самый период, наступил тот самый период, когда кто есть кто и кто кого, он наиболее будет обостряться. Я благодарю вас. Посмотрим, разделяют ли вашу позицию наши телезрители, потому что у нас, как это уже обычно, идет голосование за одного из гостей нашей программы, именно за того, чью позицию телезрители разделяют. Дмитрий Георгиевич, тот же самый вопрос к вам. Вы были и у власти, и считаетесь представителем власти на сегодняшний день, были и в оппозиции. Вот почему именно так происходит сейчас, так жестко? Ну, потому что так жестко, так хотите, так оппозиция хочет, потому что ей скучно сидеть и без дела, так сказать, если бы она сидела, что это за оппозиция. Власть, как здесь обозначено, так сказать, правящая партия, взяла на себя ответственность за все, что происходит в стране. Правящая коалиция избрала правительство, правительство занимается делами. Я понимаю, что, может быть, оппозиции или части оппозиции нравилось, когда во власти, в той коалиции были постоянные дрязги, споры, бругань, и это все превращалось, так сказать, в какие-то спектакли на телевидениях. Сегодня правительство спокойно, сегодня из правительства не исходит никаких скандальных сигналов, правительство занимается делами. Конечно, оппозиция и справа, и слева должны придумывать какие-то вещи, должны постоянно осмотреть на работу правительства, находить какие-то изъяны, какие-то придумывать, какие-то формулировки и высказывать свое мнение. Как вы говорите? Ну, случайно, не случайно. Не, не скучать, вы сказали. Не скучать, конечно. Я абсолютно убежден, что у нас ситуация нормальная, правильная. У нас есть правящая партия, у нас есть оппозиция, мы не против оппозиции. Это нормальное развитие общества, это попытка аккумулировать опыт. У нас же не первый раз есть правящая партия и оппозиция. Если вспомнить, у нас были периоды не менее простые, не менее, так сказать, ярые и так далее. То, что демократическая партия находится в центре политического спектра. И у нас есть левая оппозиция, порой леворадикальная и правая тоже радикальная оппозиция. Так вы представьте себе на пять минут, что не будет демократической партии. Будет леворадикальная и праворадикальная. Что это будет за страна? Как это будет происходить? Они, правые и левые, в состоянии сотрудничать между собой? Где-то я такое слышала. Как будет выглядеть республика Молдова? Поэтому, конечно, нелегко во власти, нелегко брать в результате прошлых скандалов и ссор ответственность на себя. А что надо было делать демпартии? Спровоцировать досрочные выборы? Или сказать, ребята, мы готовы стать платформой для объединения сил. И сегодня больше 15 коммунистов, 10 либерал-демократов, 6 либералов проводят нормальную, спокойную, нейтральную политику. Это что, плохо для страны, для республики Молдова? Или лучше держать этих людей по баррикадам? Мне кажется, что это опыт, который мы оценим через какое-то время. Я думаю, что это положительный опыт для республики Молдова. А так, пусть будут здоровые и социалисты, и правые, пусть предлагают правильные программы для развития страны, и люди скажут потом, за кого и что и как. Я поняла. Прежде чем предоставлю слово Владимиру Ивановичу, скажу, что я где-то такое слышала. Знаете, когда? Когда лидер бывшей демократической партии шел на выборы и говорил, мы остановим политическую войну. Прям лозунг был, везде билборды. И просто мне неудобно напоминать, что политическая война не только не остановилась за все эти годы, она приняла, знаете, угрожающие масштабы. На мой взгляд, потому что никогда не было таких заявлений. У меня всегда есть несколько участников, поэтому не надо обвинять одних. Мы можем спокойно абсолютно назвать остальных участников. То есть это была не роль миротворца. Спасибо. Владимир Иванович. Ну, я думаю, что Дмитрий Иванович попытался показать демпартию таким, знаете, миротворцем, таким посредником, который спокойно, мирно, рассудительно пытается чуть ли не примирить какие-то право-радикальные и лево-радикальные силы. Ну, это так есть. Да, но дело в том, что не так оно есть. И мнение населения, которое с достаточной частотой периодичности проверяется через опросы, причем опросы, которые проводят совершенно разные структуры. И, как мы говорим, про американские, западные, местные, внутренние опросы и так далее, все эти опросы показывают, что население так не думает. Уровень доверия и к демпартии, и к ее лидеру более чем низкий. И прекрасно они понимают, что то, что пытается сейчас показать, что мы проводим спокойную, правильную политику, это совсем не так. Это, может быть, вам так кажется, что все стало спокойно, хорошо, всем стало прекрасно жить. Люди как раз говорят о другом. Они говорят о том, что стало жить хуже. Зарплат. Зарплаты. Вы показываете, ох, как они возросли. А посмотрите, какой курс доллара к левию. Вы поймете, за счет чего они возросли. И потом посмотрите, а почему так здорово провалился лей? Да именно потому, что была эта кража. А почему была эта кража? Да потому, что все закрыли глаза, как минимум все. А активные участники, наоборот, действовали очень активно. И именно поэтому сейчас найти концов этой кражи не то, что невозможно, а не хотят. Все это вместе взятое, наряду с тем, что экономика падает. Да, пытаются сейчас привести какие-то цифры, что вот есть рост экономики. Стоп. Но ведь этот рост, если взять внутреннюю структуру этого роста, так называемого, это в основном результат роста услуг и роста налогового времени. Вот за счет чего. А реальная экономика, по сравнению с тем, что было буквально 6-8 лет тому назад, гораздо ниже, почти в два раза ниже по темпам. Поэтому количество предприятий, которые ликвидированы по сравнению с числом предприятий, которые созданы, в два раза разница. То есть в два раза больше ликвидировано предприятие, чем в два раза, чем создано. Это говорит о чем? О том, что уменьшается и количество рабочих мест. Это говорится о том, что по-прежнему не просто есть, а он все больше прогрессирует. Тот самый стимул для населения, особенно для молодого, работоспособного, выезжать за пределы и искать там работу, искать там свое будущее, свое счастье. Я понимаю, что проблемы Молдовы – это повод для праздника, для социалистов. Да не праздник это, Дмитрий Георгиевич. Но вы с такой гордостью... Если бы это был праздник, это вы пытаетесь сегодня, допустим, вновь изобрели праздник. Праздник конкуренции. Кому от этого тепло или холодно? Конкуренции. Какой конкуренции? Если никакой конкуренции есть, есть монополия. Ну какой это праздник? Это символическая дата для того, чтобы... Вот и решили хоть что-то придумать символическое, чтобы поправить. Не надо уходить в сторону. То, что сегодня, в этом году, или за истекший год, у нас есть скромные, но положительные показатели почти что по всем структурным направлениям экономики и по социальным есть. Я же объяснил за счет чего. Понимаете? И за счет чего? Услуги. Я молю Бога, чтобы все эти структуры, в том числе там, где вы работали, так сказать, и МВД, и прокуратуры, и так далее, наконец-то довели это следствие до ума. Какое? И показали, и с этим миллиардом кто, и я думаю, что мы найдем там и представителей вашей, так сказать, доблестной партии, и другие партии, и так далее. Но не в этом дело. Не надо тут сейчас придумывать непонятно. Если бы это было бы так, мы давно бы нашли. Мы должны объединить усилия и добиться эффективности следствия на этом направлении. Почему бы не поддержать? Но это вопрос, вы сами понимаете, долгий, скрупулезный товарищ. Нам нужно сосредоточить усилия на сегодняшние... Имея опыт работы в органах, я знаю, что это можно было бы расследовать очень быстро. Тем не менее, даже вот начало сессии сейчас весенне-летней, наше предложение о том, чтобы провести заслушивание Нацбанка, прокуратуры антикоррупции, Центра по предмету с коррупцией. Что с этим делом? Вы отказались? Нет, нет, вы хотите... Вы не поддержали эту идею, потому что хотите держать... Вы хотите шоу. Мы сказали, пусть это будет закрыто заседание, но вы не поддержали. Я думаю, что разговор на эту тему еще предстоит, но не парламентский шоу. Я знаю, как это происходит. Да, да, саморганизмовый. Когда истеро там, а здесь устраивают... Но это шоу продолжается уже три с половиной года. Хорошо, я хочу... Я имею в виду... Я хочу, если, пожалуйста, успеть... Расследовать, так называемое, кража. Я не меньше, чем вы заинтересован в том, чтобы начали, чтобы показали. Насчет Кролла, кстати, у многих есть вопросы в плане того, что много ждали от второго отчета, да, от этого доклада, ждали каких-то фамилий. Нет, все засекречено, все, опять же, известно только некоторым у нас персонам. И, может быть, не знаю, стоит прислушаться к тому мнению, что если бы там были люди из оппозиции, то, наверное, мы бы эти фамилии услышали. Мое мнение, не настаивают. Дмитрий Георгиевич, многие аналитики уверены, что вот демократы, да, вот в своем месседже, да, когда социалисты выиграли президентские, сделали ставку на геополитику. И что мы видим? Мы видим, что стали появляться у нас антироссийские декларации, заявления и шаги, и действия. Вы будете с этим спорить или нет? Конечно, я буду спорить. Почему? Ну, во-первых, почему вы опять, так сказать, на демократов, что вот демократы. Дмитрий Георгиевич, ну, то, что антироссийские шаги есть. После президентских выборов, были президентские выборы, выиграл президент-социалист, который по закону должен уйти из партии. Господин Додор написал заявление и ушел от соцпартии. Мы были с Владимиром Ивановичем во время принятия присяги, когда господин, вновь избранный президент, сказал, что с завтрашнего дня я буду нейтральным, я буду президентом всех граждан. Вот. И я думаю, что Игорь Николаевич мог бы внести большую лепту в деполитизации и дегеополитизации, как вы говорите, молдавской политики. А чем у нас занимаются социалисты? Ну, это он испортил отношения с Россией, Дмитрий Георгиевич. Так при чем тут Россия? Не только Россия. Ну, как при чем? Ну, как? Ну, вы говорите о России. Ну, хорошо, давайте поговорим о США. Мне самому не нравится. Дмитрий Георгиевич, не хотите о России? Давайте поговорим, я вам сейчас... Нет, 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 нет. Вы говорите о том, что геополитика стала доминировать. Да. Кто занимается геополитикой? Занимаются политикой, которая делает заявления. Кто у нас выступает только с российских и пророссийских позиций? А кто с проевропейских? Президент. Кто ругает Европу, Америку и всех остальных? Президент. Понимаете? Или социалисты вместе с президентом. Так я предлагаю, я думал, что социалисты, это хорошо, политическая партия, она имеет свою линию, а президент станет над партией, над демпартией, над социалистами. И скажет, а ну, дорогие друзья, а ну, перестаньте, давайте, давайте и так, и это, и все, и налаживать диалог между нами, и так далее. А почему он становится частью политической борьбы? Это неправильно? Поняла, то есть президент виноват? Нет. Нет. Я не говорю про президента, вы меня подталкиваете на то, что... Вопрос был о геополитике, Дмитрий Георгиевич. Вот кто геополитику? Да, да. Социалисты во главе с президентом. Хорошо. И правящая партия отвечает в какой-то степени. Хорошо, хорошо. Правительство у нас деполитизировано. Да, правда? Правительство, а вы услышали какие-то заявления, лозунги от правительства? Да. Парламент, конечно, конечно... Скажите, пожалуйста, социалисты или президент разве, вот вы говорите, ругает Европу и так далее. Одни из первых визитов президента после Москвы у него был визит в Брюссель. Причем не ругая, а конкретно высказав, какого его видения на сегодняшнюю ситуацию. И конкретные предложения. И правильно сделал? Правильно сделал. Вы увидели... А кто его пригласил? Вы увидели... Стоп. А кто его пригласил в Брюссель? Она явно односторонняя. Причем, я не знаю, по своему ли желанию или по указанию, но тем не менее, согласитесь, ведь кто начал, начиная от вроде бы мелочей, недопуск, возврат, начиная от журналистов, чиновников, снова журналистов, потом пошло еще дальше, высылка дипломатов. Это вообще исключительная мера. Значит, кто пошел дальше еще на принятие разного рода деклараций антироссийских, в конце концов, принятие этого закона, который почему-то все называют антироссийским, да? Хотя вы пытаетесь сказать, да нет, это закон всего лишь против пропаганды, против манипуляции, дезинформации, но почему-то только российской. То есть, опираясь на происхождение информации, вовсе не вдаваясь в суть, заведомо, заранее говоря, все, что будет исходить с Востока, это будет фальшь, это будет дезинформация. Вы тем самым сами подливаете огонь, в огонь вот этой геополитики, тот самый бензинчик. Вы от меня за 20 лет никогда не услышали ни одного предложения, ни одного слова против России. Вы в данном случае выступаете не как личность, а выступаете как почетный председатель Демпартии. Владимир Иванович, но если вот господин президент поехал туда-туда, его пригласили, и он поехал, и правильно сделал? Вот, и если бы пригласили нашего премьера, я абсолютно убежден, что он бы поехал. Вот я рад, что на следующей неделе, по-моему, состоится контакт министров иностранных дел, Лаврова и нашим министрам. Всем официальным лицам из правительства приезжать на территорию Российской Федерации, участвовать в любых формах. Он при этом отказался участвовать в саммите глав правительства СНГ. Это ваш премьер сделал. Давайте я немножко... Это не президент сделал. Сейчас вот стали говорить о Соединенных Штатах, чтобы я не только о России спрашивала. Думаю, что возможно прав. Давайте я внесу цитату. Очень мне нравится. Вчера, позавчера буквально. Вам понравилось сегодня перед моим приходом. Да, мне лично. Специально пригласили. Директор национальной разведки США лично господин Коуц прислал мне этот доклад. Значит, смотрите, что там по Молдове. Дословно. Маленькая якобы проевропейская правящая коалиция. Если она не потерпит поражения на запланированных на ноябрь выборах, скорее всего будет пытаться ограничить влияние России и поддерживать видимость европейских реформ, избегая при этом перемен, способных повредить удержанию власти. Ну как вы себе представляете, Республика Молдова ограничивает влияние России? Ну что вы говорите? Я не знаю, кто там сказал. Да всего лишь навсего директор национальной разведки США. Ну это... Давайте вспомним другое. Вчера была... Республика Молдова находится в этом регионе, где интересы России активны. Вчера на одном из каналов посол Соединенных Штатов давал интервью. Да. И он, кстати, тоже сказал то же самое, в принципе, даже еще более подробно, чем вот даже руководитель американской разведки. Он сказал, а, в Молдове, к сожалению, декларируются, не проводятся реформы. Б, закон, который был принят по ограничению, является недемократичным. Это его слова. Его. Представителя Соединенных Штатов. Ну, я не слышал, что говорил посол. И я никогда не говорил, что мы идеально все сделали. Ну, я вас проинформировал, что говорил посол. Вчера на канале. Я и мои коллеги всегда немножко недовольны ситуацией. Мы всегда критически оцениваем. Мы всегда рассматриваем, как сделать лучше. Я никогда не говорю, что да, все, что сделано, это идеально и так далее. Конечно, конечно, в такое время, когда нужно торопиться, когда масса законов нужно принимать, нужно следить за их исполнением. Россия тут, Европа там, Додон тут, оппозиция другая там. Там, понимаете, мы живем же в этом котле, и за это все надо следить. Раньше были три партии. Раньше можно было спихнуть на эту партию, на ту партию. Сейчас надо не на кого спихать. Поэтому надо брать на себя ответственность. Так это тяжелая доля партии власти, Микрий Георгиевич. Надо с вами спорить, надо какие-то вещи принимать. Я ничего не имею против даже таких острых споров. В этом рождается истина. Главное, чтобы мы учились и на собственных ошибках. Главное, чтобы мы не повторяли эти ошибки. Но самое главное, чтобы мы, как патриоты этой страны, сделали все, чтобы развивалась экономика. Чтобы создать какие-то перспективы. Все правильно, Додон Ильич. Чтобы сделать Молдову, сделать стабильным государством. Прекрасные, значит, фразы, теоретические фразы, лозунги и так далее. Ну вот смотрите, начало сессии. Начало этой сессии. Мы предложили три, пошли с тремя предложения. Первое я уже назвал, чтобы заслушать. За последние три года, за эти три года, которые вы у власти, которые мы в оппозиции. И которые стало известно, наконец-то, народу, что была кража из казны государственной. Мы предложили. Вы отказались. Дальше. Мы предложили. Давайте заслушаем Анре, чтобы объяснили. Почему при падении цен на газ до сих пор и в два раза больше, точнее в два раза меньше платят за газ сегодня Молдова Газ России, чем население Молдова Газ. Мы сказали, давайте мы заслушаем Анре. Как формируется эта цена? Что они собираются сделать? Вы отказали в том, чтобы это было заслушание. Почему вы должны заслушать? Мы заслушали. Дмитрий Григорьевич. Пример вышел и объявил о том, что цены будут снижаться. Да премьер может выходить. Это не его право вообще-то выходить и заявлять об этом. Мы должны... Это не его право. Потому что ценообразованием занимается Анре. Ценообразование. Вот Анре и считает последний. Кто назначил Анре? И Анре считает последний. Нет, скажите, кто? Парламент. Парламент. Вот поэтому Андре должно быть в парламенте и дать отсчет. Как они работают и что они делают? Но они должны иметь уже ответ. Дмитрий Григорьевич, третье. Они тогда, когда выходили. Это уже касается государственности. Вы знаете, что некоторые советы сельские, правда, на уровне сел нескольких, приняли декларацию об объединении с Румынией. Мы предложили, давайте примем парламентскую декларацию об осуждении этих унионистских, а фактически антигосударственных деклараций. Вы отказали это обсуждать. Более того, дали указания... Это ваши примари, это ваши советники. И вы сейчас дали указания дальше. Ни в коем случае не присоединяться на уровне местных советов к тем предложениям, чтобы были подписаны декларации или приняты на уровне советов против унионизма. Дали такое указание? Дали. И мы об этом имеем информацию. Ну, если вы имеете, а я не имею, тогда извините, что за информацию вы поставили. Председателя партии не имел. Хорошо. Дмитрий Георгиевич, вы... Нет, по поводу этих заявлений. Ну, понимаете, нельзя... Я понимаю, что вам это выгодно. Вот. Это я абсолютно убежден. Я же знаю, как у нас делается политика, так сказать. Те 10 унионистов встали, давайте мы 20 антиунионистов выставим. Вот. Что такое 10 человек на одно село? Ну, давайте... Дмитрий Георгиевич, это не 10 человек. Одному пообещали... Это орган административного местного управления. Это не полный орган. Представьте себе. Это из 15-20 советников 5 или 7 подписанных. Нет, нет, Дмитрий Георгиевич, это решение советов. Представьте себе. Это не решение советов. На минутку. Представьте себе, если бы какой-то из советов или какие-то из советов, будь то на севере, будь то на юге, приняли бы аналогичные декларации об объединении не с Румынией, а с другим государством. Что было бы здесь? Нет, нам надо вообще... Представьте себе. Нам надо вообще прекратить эти все... Об этом и речь. Так, чтобы прекратить, надо четко сказать, парламент осуждает это, парламент против. И осудить это. Вы лично против этого или нет? Конечно, я против. Против. Чего ж тогда не убедили своих коллег по фракции? Почему не убедили своих коллег по фракции? Откуда вы знаете, что я не убедил? Так, потому что действия такие. Вы отказались обсуждать парламент. Мы многие проблемы... Он их в глубине души убедил. Вы согласны? Мы многие проблемы, в том числе острые, обсуждаем. Да. Но это внутри. Это не значит выйти на площадь. Здесь верю. А результат обсуждения... И на телевидении... Дмитрий Георгиевич, нет. Вот знаете, я хочу сейчас... Я прошу... Людмила, я хочу успокоить Владимира Ивановича и вас успокоить. Я в вашу... Не надо меня успокаивать. Мы живем в независимом, суверенном государстве и долго еще будем жить. Вашу защиту. Давайте. Когда говорите о том, что Дмитрий Георгиевич, вот у него своя позиция, он говорит с коллегами, да. На самом деле, мне кажется, это правда. Потому что я хочу сейчас сказать, что мне очень импонирует ваше высказывание по поводу поезда к Трояну Басевску. Вы единственный из правящей коалиции, которой эти его бояжи осудили. Вы даже более того... Хотя бы этим угодило. Да, и вы единственный. Понимаете, вы сказали, что он должен понести хотя бы символическое наказание. Я не согласна со словом символическое, но секунду. Но почему же вам тогда, после этого вашего заявления, пресс-секретарь демократов сказал, что это личное мнение Дьякова. То есть Дьякову тоже нелегко, я понимаю. Ага, скажите, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, почему же тогда вот с селами... Пресс-секретарь сказал, что эта проблема не обсуждалась, эта тема не обсуждалась. И Дмитрий Дьяков высказал свое личное мнение. Да, я высказал... Ну хорошо, декларации об объединении обсуждались? Ну я больше представляю партию, чем... Декларации об объединении обсуждались? Об объединении? Да. А что, есть у нас такая проблема? Нет, декларация об объединении суммы не обсуждались или нет? Вот здесь вы можете это судить? А что, нет? Мы обсуждали эту ситуацию. Понятно. Мы сказали, что это... Демпартия в этом никаким образом не участвует. Вот. И примарение ваше. Вот Владимир Владимирович говорит, что ваше неправедное. Нет, ни в коем случае. Поняла. Пусть ваши примарии и советники принимают эту декларацию, это не ваше дело. Ну прекратился этот процесс? Я посмотрю. Прекратился? Это хорошая логика. Дмитрий Георгиевич, вы считаете ДПМ ведущей европейской партии на сегодняшний день? Проевропейской в Молдове? В Молдове? Да. Демократическая партия? Да. Вы считаете так? Ну я считаю, демократическая партия ведущей политической силой не только проевропейской, а ведущей политической силой. Я сейчас попрошу. Который ведет проевропейский курс политический. Хорошо. Это практически то же самое, что сказал я, но другим словом. Означает ли это, что рейтинг евроинтеграции, который мы наблюдаем на сегодняшний день, самой евроинтеграции, его можно перенести на рейтинг демократической партии? Нет. Почему? Нет. Я думаю, что... Раз вы ведущая европейская сила, раз вы показываете бесконечную нам картинку, как ваш лидер встречается в Европе, в Соединенных Штатах Америки с различными политиками, давайте сопоставим эти вещи, скажем честно. Если вы таким образом ставите вопрос, то я думаю, что можно сравнить влияние партии демократической на процессы, происходящие в Молдавии, с уровнем интеграции, европейской интеграции, как в объеме. Как объемы идеи... Ну, короче, вы пытаетесь вывести средний арифметический показатель, да? Нет, Людмила, у меня это такой сложный вопрос. 2 плюс 1, это будет 3, поделим нас, это будет 1,5. Ничего, ничего. Я просто, если подумать еще раз о геополитике, мне понятно... Но дело в том, что какой смысл вы закладываете, вот когда вы меня про эту европейскую интеграцию спрашиваете? Как вы так вот показали про эту интеграцию, так мне понравилось. А я закладываю, что я имею в виду? Я понимаю, Дмитрий Георгиевич, хорошо. Я имею в виду правильные законы, правильное исполнение, порядок в стране, стабильность государства, рост экономический, решение социальных проблем. Дмитрий Георгиевич, то, что говорите, все хорошо. Но, смотрите, вот сейчас, вот вы говорите про свою партию, сейчас самое модное обсуждение, это все-таки демократы уверяют нас, что обязательно внесут в Конституцию поправку по поводу евроинтеграции. Понимаете как? Я сейчас попрошу режиссера показать одно видео, чтобы мы посмотрели, это секунд десять. Владимир Иванович, это заседание вашей вчерашней комиссии, где было голосование. Покажите нам, пожалуйста, сейчас вот это коротенькое видео, я свой вопрос сформулирую. Наша там в Межрисе, по-моему, да, вот? Сейчас, сейчас. Госпожа Балмыш, секунду, пожалуйста, ну, пожалуйста. Да, то есть это к чему? Что ваши же партийцы за евроинтеграцию, госпожа Балмыш, Владимир Иванович, давайте переведем. Смотрите, ставится вопрос на голосование о внесении поправок в Конституцию евроинтеграции. От вашей партии там сидит госпожа Балмыш, да? Она за евроинтеграцию не голосует. И не голосует за евроинтеграцию представителей либералов. Но они вас шантажируют, так вы говорите, по крайней мере, вы лично, а демократы говорят. И на заседании этой комиссии никто не голосует за этот европейский вектор. Я к чему разговоры веду? Вот вы все время об этом говорите, а ваши члены партии не разделяют ваши взгляды. Как так получается? Ну, что вы говорите? Как так получается, Береге Георгиевич? Я в этом сюжете не было показано то... Ну, я не могла. Нет, понятно. Может, человек невнимательно был, когда там мы поставили вопрос. Береге Георгиевич, я задал докладчику, представляющему эту инициативу, господину Гелецкому, два вопроса. Первый. Скажите, в конституциях стран Евросоюза, есть ли где-то записано о векторе? Я не знаю. Я говорю, я вам отвечаю, нет. Второе. Если вы считаете, судя по тому, как вы доложили, и как вы это говорите, что это один из основных вопросов для народа Республики Молдова, если вы считаете, что это так, в соответствии с статьей Конституции 75-й, подобного рода вопросы должны выноситься на референдум. Почему вы против этого? Улыбнулся, наклонил голову. Ну, он не член Демократической партии. Я думаю, что ответы на эти вопросы показали просто всем членам комиссии. И не, как вы говорите, и членам Демпартии, от либеральной партии, что это все, в общем-то, такой, знаете, фарс, игра на каких-то вот таких вот дежавю населения. А вдруг опять поверят в том, что, значит, мы движемся в направлении евроинтеграции. Я поняла. Я вообще считаю большой трагедией в Республике Молдова, что мы до сих пор обсуждаем, куда? Европейская интеграция или туда? Вот. Если европейская интеграция, значит, что-то такое против России замышляется. Это неправильно. Смотрите, Россия сотрудничает с членами Евросоюза, с членами НАТО, Венгрия, Чехия, Словакия. Почему Россия, такая великая страна, не может с европейским государством Республики Молдова сотрудничать? Почему мы не можем сотрудничать? Абсолютно убежден. Но такая маленькая страна не сможет никогда успокоиться, если мы вот так разделим пополам один с Европой, другой с таможенным союзом, понимаете? Поэтому в Конституцию возникла такая идея, мы должны объединить все политические силы вокруг одной идеи. Даже те, кто ее не разделяет. Но в рамках европейской интеграции, пусть социалисты выступают за социальные программы, за социальные государства, за такие-то налоги, но в рамках единого направления. Понятно. Мы задергаем. Коммунисты 2001 обещали, в 2001 обещали Российский Белорусский Союз, вот Владимир Николаевич жив, дай ему Бог здоровья, я ему несколько раз говорю, Владимир Николаевич, почему вы нас не повели туда? А в 2005 году сказали, мы хотим в Европу. Хотя имел возможность, имея абсолютно... Одно предложение, скажу и все. Одно, да. Потому что времени мало. Понимаете? И мы в конце концов в 2009 году оказались в ситуации. С Россией наши доморощенные коммунисты переругались и не подружились. С Европой то же самое. И мы оказались... И мы решили уже с Россией разругаться окончательно. Одни, 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 однишинки на весь мир. Понимаете? Да, да. С этими нас не любят, эти не понимают. Владимир Николаевич. Мы это проходили, что с вами приведете, то, что вы сейчас пытаетесь. Я вспомнил конституцию СССР, где было указано, что ядром политической системы является Коммунистическая партия Советского Союза. Одна идеология. Вот это вы сейчас пытаетесь вести. Европейские социалисты. Объединяющие направляются. Я обещал даже господину Додорну, я пролоббирую, так сказать. А мне вы обещали одно предложение. Мы все время выполняем эти обещания. С европейскими социалистами. Я поняла. Владимир Иванович, вам вопрос. Вот смотрите. При всем, при том, что вы так сейчас у меня ругаетесь, прям вот, я не знаю. Мы не ругаемся. Мы горячо обсуждаем. Да, хорошо. Пусть будет так. Обсуждаете. Все время идут разговоры о сговоре. О чем? О сговоре между социалистами и демократами. Вот никогда не думала, что ваше заявление, вы помните, да? Да, я прекрасно помню. То заявление, которое вы сделали, да. И про европейская пресса цитировала его, ну, я не знаю, бесконечное количество раз, потому что она, наверное, сильно нравилась. Поясните, пожалуйста, во-первых, что вы тогда имели в виду, когда говорили о возможной коалиции демократов и социалистов? Ну, во-первых, подумела, вы сами повторили то, что ваши коллеги-журналисты недобросовестные. Я их цитировала. Я их цитировала. Недобросовестные начали тиражировать. Так, да. О возможной коалиции я вообще не говорил. Так. А я говорил о том, что? Она меня спросила. Хорошо, коалиции нет. А какое-то сотрудничество? Я говорю, какое-то сотрудничество у нас и сейчас есть по определенным вопросам со здоровыми представителями из Демпартии. Но, если говорить о сотрудничестве и в будущем, может быть и возможно, но без Плохотнюка. Так. Что дальше сделали, что сделали дальше ваши коллеги, а я имею в виду журналисты? Началось вот, Суркана, коалиции и так далее. Ни о какой коалиции речи не было, нет. Я уверен, что не будет. Спасибо. Дмитрий Георгиевич. Почему идут бесконечные эти разговоры о том, что все-таки вот есть некий сговор, и вот они между собой вот что-то там координируют? Ваша версия. Я был на другом канале, и у меня ведущий разов в пять. Вы будете социалистами? А социалистами вы будете? Я говорю, слушай, что-то меня замучило уже. Вот. Мы будем бороться за то, чтобы получить собственное парламентское большинство. Как и социалисты. Вот. А кто пройдет парламент, посмотрим, сядем, поговорим. В любом случае, я сказал, что Демократическая партия будет центральным переговорщиком по созданию следующего правительства. Я в этом убежден. Вы в этом уверены? Я в этом уверен. Сейчас Владимир Иванович скажет. А кто будет, что будет, посмотрим. Дмитрий Георгиевич, я думаю, что будет или не будет, в какой степени будет в парламенте, это все-таки должен решать избиратель. Конечно, избиратель не решит. Я думаю, что избиратель уже сегодня достаточно уже прозрел. И как действует Демпартия и до кражи, и во время кражи, и после кражи этого миллиарда, и как действует дальше. Если бы не было этой кражи, вам бы нечего было говорить. Я думаю, что не было бы этого большинства. Да. Ну, конечно. Не было бы этого большинства, если бы не было этой кражи. Ну, было бы другое большинство. Поэтому, я думаю, что, говоря о будущем нашей Молдовы, конечно же, очень важно, какие будут результаты этих выборов. Очень важно. Я очень бы хотел, чтобы наше население все-таки еще раз взвесило и поняло. Одно дело, слова и надевание розовых очков, и затыкание ушей, чтобы не слышать какую-то, не дай бог, не ту информацию, которая нужна для власти. А другое дело, честный принципиальный разговор, кто что сделал плохого, и кто что хочет сделать хорошее для этого народа. И вот тогда люди это все взвесив правильно оценят. И тогда не Демпартия будет тем центральным переговорщиком, я уверен. Нет, я думаю, что мало критиковать власть, когда идешь на парламентский выбор. Так мы еще только начали, еще мало критикуем, еще будет все впереди. Надо предложить народу реальную платформу развития страны. Она у нас есть. Куда вы поведете? Есть. Вы нам не даете возможность ее предложить. Вот покажите. Все наши инициативы вы просто не включаете в повестку Дня Парламента. Вот и все. Живите по-настоящему людям, и как люди решат, так и будет. Вы просто не включаете в повестку Дня. Это правда. Время вышло, мне уже показывали несколько раз. Интересный получился разговор на самом деле. И то, что вы на самом деле вот так вот спорили со своими каждыми доводами. Мне кажется, что зритель безусловно это оценит. И поклонники, наверное, будут как у вас, так и у вас. Но в конечном итоге выбор сделают зрители. А пока выбор на сегодняшний день таков. Владимир Цуркан 251 голос. Дмитрий Дьяков 73 голоса. Ну, канал такой, что. Не канал такой, а реальность такова. За что люблю демократы? За то, что они всегда знают, кто и в чем виноват. Спасибо вам за то, что вы пришли и участвовали в нашей программе. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова